Всем привет! Друзья, я снова в отеле, приехала к своим гостям. Это Эльдар, я думаю, все узнают. Доброе утро, Раисабы! Как дела? Как настроение? Как отдохнули? Всё отлично? Куда сегодня отправимся? На базар, да? На Сиапский базар поедем. Старый город, пройдёмся по площади. Мы приехали на площадь Регистан, Эльдар. Вы знаете, что здесь находятся у нас три мидресе? Мидресе Сюрдор, Телякари и Мидресе Улухбека. Вам внутрь хотите попасть? Или вам достаточно вот так? Я уже был, поэтому... А, вы без меня гуляли, да? Тогда, я думаю, папе будет интересна площадь Ислама Каримова. Конечно. Давайте пройдём, да? Посмотрим. Пойдёмте, Раисабы. С утра уже очень много туристов. Очень классно. Красиво, Эльдар, да? Платан по-русски. Да, Платаны. Это у нас на площади Регистан. В Иргане же Чинара там даже помещение сделали. В Ирганской долине. Я не помню, где. С вами, папа, ездили? С тобой-то ездили. Обратили внимание, что в Самаканде очень много Чинар? Да. И на том же бульваре, вот пока мы ехали, да? Весь в Чинарах. Красиво, везде ухожено. Посмотрите, сколько цветов вокруг. Зелень. Да, прям приятно. Зелень, да. Хотя конец октября, да, вот. И кругом зелень. Горлицы наши любимые. Ага. Да, вот они. Орляшка. Да. Рядом воинашка, смотри, вон цветы. Рай Сабы, мы пришли сейчас на площадь Ислама Каримова, первого президента Узбекистана. Подойдем к памятнику поближе. Сначала так отца посетить. Ну, это первый президент Узбекистана, конечно. Тем более, что он родился в этой махале. Да, здесь, на Регистане. Здесь, на Регистане. Да, да, вот здесь дом недалеко. Дом, примерно, сохранился? Да, можно пройти даже посмотреть. Нет, уже не пойдем. Поближе. Достаточно маленьких. Да, да, летом вот это основной. А вот здесь эти голуби, кто помнит, я их раньше тоже снимала. Эльдар, голуби. Смотрите, какие красивые. Если хотите, можете взять даже. Они прирученные. Они, да. Для этого фото. Вот. Лука открыта и все. Красавец. Смотрите, какой красавец, Эльдар. Белый-белый. Конечно, папа держит. Держит голубей. Именно бухарь. Это же бухарские? Да, бухарские. Они не улетают, Эльдар. Прирученные. Да, держите. Это для жених-навеских. А-а. Они будут здесь. О, для гаджа. Красавцы. Красавцы. Он сам уже позирует. Он уже сделает. Он решит. Где мой жене? Где мой жене? О, Эльдар. Такая красота. Вот здесь у нас как раз электромобили. Если вам удобно, то мы можем пройти пешком. А если папа хочет, то мы можем посадить. И как раз, да, до Сиаббазара можно доехать. Тишили, Раис Абы, посадить на электромобиль. А с Эльдаром пойдем пешком. Присаживайтесь. И мужу, да, да. Уклоси Аббазара высадите, ладно? А мы пешком пойдем за ним. Возле Бибиханым пусть посидит. Спасибо большое. Счастливо, увидимся. Эльдар, мы сейчас как раз вот идем по улице Ислама Каримова. Это старое название этой улицы. Ташкентская. Все самаркандцы знают, помнят. Раньше здесь ходил троллейбус. Когда-то, очень давно. Да, в моем детстве. Но сейчас эта улица пешеходная, прогулочная. Вот. И как раз вот здесь центр ремесленников. Мы вчера заходили в мастерскую к женщине. Фунармант. Она как раз вот здесь находится. Я вам обещала, что покажу. Вот здесь это все. А мы вот так пойдем прямо до конца. И как раз подойдем к Сиапскому базару. Эльдар мерить цветейку в Шахрисапску. А она вам идет? Да, идет. Классно. У меня цветейки идут. Идут? Да, сейчас вот. Да, по-моему. По-моему, да. Да, это уже посонки Рыгизии. О, тоже интересно. Ну, может быть, еще пройдем на Сиапском базаре, посмотрите. Как раз вот чайхана Бибиханум. Давайте вот так пройдем. Небольшой обзор сделаем. Очень красиво у них оформлено все. Вот Бибиханум. Чайный дворик. Так называется. Смотрите, здесь какие инсталляции красивые, необычные. Вот Мархамад приглашает бабайчиков. Да, очень все красиво в национальном стиле. Топчанчики. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Гостей привела. Сейчас показываем. Какие узбекские чайханы наши. Да, да. Вот здесь тоже Ильдар. Как красиво встречает. Да. С кумганом. С кумганом, да. Девушка. И парень. А вот здесь такие крытые беседки. Можно за столиком посидеть. Также можем вот так пройти. Топчанчики. Дерево вот так оформили. Это классические топчаны. Да, да. То есть в любую погоду можно прийти здесь. В любую погоду. Угу. Забрался и сидишь. Да. Качели. Сандала не хватает. Да. А давайте вот так пройдем. Здесь как раз есть колодец. Тоже интересно посмотреть. Конец октября. Зелень, да? Я вон в одной футболке практически хожу. Да. Здесь вот такой колодец. Вода. Здесь верблюжонок. Корабли пустыни, да? Как их еще называют? Корабли пустыни, да? Ну, это классические двугорбы. Да. Такая красота. Пойдем дальше. Ильдар, мы сейчас как раз подошли к соборной мечети Бибиханы. Вот. Здесь целый комплекс мемориальный. Амир Тимур построил для своей любимой жены Бибиханы. Огромная, да? Очень. Смотрите, какой высоко. Массивная. Да. Ну, такое впечатление, действительно, величественное. Мы как раз подошли к главным воротам Сиапского базара. Это самый крупный базар в Самарканде. Один из древнейших, старых базаров в Самарканде. Сам базар тоже как историческая достопримечательность. Здесь тоже можно прогуливаться бесконечно. Так, где нас ждет Раиса? Мы подошли. Вы нас недолго ждали? Нет, недолго. Я тут вижу куколок. Да. Похожи куколки. Похожи куколки. Здравствуйте. А в какую цену такие? Это 55, это 600. Такие. Повыше, что ли? Покрупнее или такая же, нет? Вроде. Ну, уже купили, да, как говорится. Кукла. Да, и вот такая в атласном платье. Ой, какой выбор у вас огромный. Да, большой выбор. Спасибо. Ильдар, с чего начнем? С сувенирных рядов или же... С сувенирных рядов. С сувенирных? Ну, давайте по правую сторону у нас как раз сувенирные лавки находятся. Начнем с сувениров, с национальной одежды. Да, и не только тюбетейки. Здесь магнитики можно выбрать. Вообще все, что связано с Самаркандом, с Узбекистаном. Давайте посмотрим. Вот я почему очень сильно скучаю в России. По сладостям? Нет, по базару. По атмосфере базар. Азиатский базар. Красивый, цветной, красочный, живой. Яркий, колоритный. Бесконечно можно перечислять, да? Да, можно целый день ходить. Если есть их силы, можно с удовольствием целый день ходить. А давайте к лепешкам подойдем. Это как раз павильон лепешек. Какие вы хотите? Ильдар лепешек. Классическая самаркандская. Галлаосия? Да. Большую. Ох ты, она как раз сила лепешка. Да. Вес какой? Полтора килограмма? Или килограмма? Два килограмма. А, два килограмма. Тридцать пять тысяч? Да. Давайте за пятьдесят две. Эти без масла, да? Да. Вы без масла нам сейчас дали? Да, без масла. Эти без масла, каждая лепешка, два килограмма, чтобы вы понимали. А вот это чувствуется. Поэтому и стоимость такая. Да, она чувствуется. Подошли к этому прилавку, который здесь большой, да, выбор цубитеек. Очень. Это шахрисабские. Шахрисабские? Да, примерьте. Это ручная вышивка, все. Ух ты, классная. Да, антибиотекарь не идет, вон. Ну, выбор большой. Может быть, еще присмотрите другие расцветки. Ну, давайте пройдем. Вот это тоже красивое. Они все необычные по-своему. Да, это тоже по-своему красивое. Ну, примеряйте. Да какие-то режни себе. Ну, все равно. Классно. Или поправить вот так вот. Нормально, хорошо, да. Хочу, чтобы вот эту примерили. Каргасская. Это каргасская. Да. Она теплая, да? Да, теплая, это войлочная. Пойлок, да. Тоже красивая. Вот это хорошее, Эльдар, очень. Да? Ну, давайте тогда. Может быть, вы себе одну такую, а кому хотите в подарок шахрисабскую возьмем. Выбрали, да, все-таки вот эту тибетейку, Эльдару. Нам уступили за 50 тысяч сум. Нравится, Эльдар? Шикарно. Она и теплая, и мягкая, да, такая? Да, вот эта войлочная, да. А вы не снимайте ее. Можно, Эльдар. Снова мы подходим к сувенирам, к рядам. Здесь керамика. Ну, здесь есть и вот и шарфики, и халаты. Здесь всего. Это дико. А, тибетейку сейчас. Так, тибетейки. Так, здесь вроде бы нет тибетейок. Здесь керамика в основном. Здесь прям керамический базар, Эльдар, да? Да, керамический рай. Керамический рай, если что угодно. Какие хотите бабаи здесь на выбор? Огромный выбор бабайчиков. Мне еще надо в Кемерово послать. О, вы прям очень много подарков покупаете. Почему нет? Друзей, знакомых много, да? Есть, да. Как вам ароматы свежей зелени? Запах, только камера не передает запах. Да, чеснок, укроп, перец, капуста. Прекрава, сколько вам. А какие яркие краски, посмотрите. Очень ярко. Эльдар не налюбуется. Я бы целый день ходил. Давайте вот сюда подойдем на секунду. Посмотрите, какие помидорки красивые. Черри. Черри, помидорки. А вот как раз Эльдар масло. Загрёх. Нет, я вот вообще говорю, да, то, что мы плов вчера ели, как раз. Сейчас она Эльдар ест. Загрёх, да. А здесь уже специи. Здесь идут специи. Все, что нужно для плова, приправы. И вот такие, салам алейкум, подарочные наборы. Ильдар, оригинальная тоже вещь. Очень удобно. Я тоже своим на розыгрыше. Как в сувенир, да. Да, и в подарок отправляла тоже очень много. А это вот такой набор тоже, горный чай. Все, что хотят. Это то, что мы взамене смотрели. Да, да, да. Корица. Мужская. Чистый иранский шафран. Шафран. Он дорогой шафран. Шафран, дорогая вещь. Это местный? Местный. Наш. Шафран только в Иране. В других местах растут качество липа. Да, шафран вещь дорогая. Хорошая шафран вещь дорогая. Зафарон называется, да? Да, мама. Вот все пилы, я не знаю, как приготавливают. С пиром пишут. На бумаге есть у нас конигили. Конигили, да, да, да. 2000 даван-то есть. 2000 лет даван-то. Сохраняется. Сохраняется. Надпись, вот есть шафран. И они читают. Шафран. Написано шафраном именно, да? Да, да. Написано шафраном. Я не знаю, как приготовляется. Там вода еще добавляется. И бумага должен быть такой. Щелковая бумага, да. И хранит вот эту запись 2000 лет. Да вы что? Очень интересный исторический факт вы нам раскрыли. Да, вот телевизор там говорят, там бумаги нашли, там 1000 с чем-то лет. Шиповник, Борн? Нечпуль килогрса? Кило? Килогрс? Играмобечка. Играмобечка? За 25, Ильдар. Килогрс? 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 А, это кукурузные рыльца. А зачем они? В аптеке тоже есть. Играмобечка? Играмобечка? А, это горный шиповник, да? В аптеке. Взяли 2 килограмма. Это по 20 тысяч, да? По 20 тысяч килограмм. Угу. За 40. Ильдар, а дальше пойдем, наверное, в павильон с Чакой. Вот здесь рядом. Очень красивый вид. Сверху на нижний ярус базара. Подойдем поближе, и вы посмотрите. Вот здесь раскрывается вся красота Сиапского базара. Вот он, самый настоящий восточный базар. Желтый марк, вово там. Да здесь всего очень много. Здесь в основном овощи. А вот с той стороны, вот тоже ворота. Оттуда тоже можно подъехать на машине. Если мы пришли сейчас пешком по улице Ислама Каримова, а здесь как раз подъезжает транспорт. Павильон с Чакой. Салам алейкум. Здравствуйте, мои красавицы. Напробуйте вкусный сузмал. Прям будете есть ложка? Ильдар. Цена нас интересует. Какая цена? Калаграмм 18 тысяч. Это каймачная, да? Да, да. Очень хорошая. И вот это тоже каймачная, да? Да, это кислеобжир. Взяли чаку. Нам вот так ее упаковали в контейнер. Чтобы кришечку не спачкалась. Я поняла, да. Очень хорошо упаковали. Спокойно увезете ее. Спокойно. Даже может за Петербург еще доесть. А, да? Почему нет? Она же не спортится. Полоденька будет держать. Не спортится. Да. У нас самая вкусная чака. Скажите, да? Самаркандская. Очень вкусно. Чака. Каймачный такой. И есть обезжиренный, который на окружку делают. И отпускают меня. Говорят, поешь, попробуй. Как я ее? Вот так буду есть. Вот, да? И как шоколадчик будет. Спасибо большое. Пожалуйста. На здоровье. Сушите. Удачи вам. Ага, вам тоже. Спасибо. Здравствуйте, моя красавица. Здравствуйте. Я вас еще не могу найти. Номер магазина забыла совсем. Да. Вот тоже красиво. Ну, это да. С блеском. Ничего? Красиво. Да. Интересная такая. Вот это тут внизу еще. Даже. Или они одинаковые. Я здесь. Вы куда идете? Вот еще красивее. Вот такая. И потом выходите. Ух ты, там еще есть. Смотрите, смотрите. Все, да? Да, так. Гости, да. Это мои гости. Давайте я возьму пакет. У вас канал на Итси. Да, я подписчиков у вас. Да вы что? Россия с Мурманска. А, с Мурманска? С Мурманска? Очень приятно. Снимайте дальше. Очень помогает в путешествии. Серьезно? Сейчас будут новые выпуски еще. Вот мы гости приехали, рано нас снимают. То есть новые выпуски, полный обзор. Прекрасно. Смотрите. Друзья, встретила подписчицу из России, из города Мурманск. Случайно с Ильдаром вот гуляли, покупали сувениры. Мы с Кашкентом, Самарканд, Бухара и в Хивии мы заканчиваем наших путешествий. А, ну у вас полный турпол. Да. Ну не полный, мы теперь хотим еще горы, потому что у нас чисто городской туризм. А. Вот. Хотим еще в горный приехать весной, когда все будет свести. Ну, посмотрите, у Рано там есть выпуск со мной, там Замин. Замин. Очень шикарное место. Смотрите. Да, хорошо. И здесь самые ближайшие у нас вот горы Ургутские, Шахрисапс. Советую, обязательно посетите Шахрисапс. Китаб. Китабский перевал. То есть, да, очень красивые места весной, не пожалеете. Потому что вы мне очень помогли к составлению маршрута. Я очень рада, что мои ролики как-то помогают туристам. Спасибо вам. Ильдар, на базаре мы купили все, да? Я думаю, что запланировали. Я купил именно, да, Самарканд. Я купил лепешки взял. Шиповник горный, то, что я хотел, взял. За Амини, правда, забыл. Ну, тюбетейка, сувениры. Поедем в отель? Поедем в отель. Хорошо. Поедем и тонется уже джизак. Угу, хорошо. Лепешки. Два килограмма каждое. И что? Да. Да, лепешки тяжелые. Самаркандская лепешка. Я смотрел его. Да? Да. Ну, красивые же. Да, красивые, красивые. И вкусные. А этот? До Уфы не дойдет, да, наверное? Дойдет. А это чего? Я же в том году привозил. Ага. Друзья, вот и подходит путешествие Ильдара по Самарканду к своему завершению. Ильдар, может быть, вы поделитесь с подписчиками о своих впечатлениях. Ну, и вообще о своем путешествии и пребывании в Самарканде. Если можно, пару слов. Начнем с отеля. Отель шикарный. Очень понравился. В первую очередь, папе понравилось. Обслуживание очень хорошее. Хорошее все, все на высшем уровне. И потом, расположение отеля очень удобное. Очень и очень удобное. Здесь буквально шаговые доступности. Регистан и все основные музеи. И рядом с отелем сквер. Бульвар. Очень красивый бульвар. Вечером прогуляться. Это очень хорошо. Это по поводу отеля. Отдельно хотелось бы отметить завтрак в отеле. Завтрак тоже очень хороший. Есть горячее. Все, что угодно. То есть, выбор большой. Это все включено в проживание. Стоимость проживания. И это очень удобно. То есть, завтрак здесь с 7 до 10. И то есть, вам не надо заморачиваться. Где-то чего-то ходить искать. Спокойно позавтракаю. И, пожалуйста, Самаркан перед вами. Можете спокойно ходить. А кухня очень шикарная. Я скажу, для россиян это в первую очередь. Это очень дешево. Для россиян это дешево. Потому что такой сервис, это дешево. Это по поводу отеля. Теперь по поводу того, как встретил нас Рано. Все очень хорошо. Все очень замечательно. Все просто без слов. И я очень доволен. И я же говорю, в первую очередь папа доволен. Мне вот это было важно. Чтобы у папы нормальные впечатления остались о Самарканде. Потом Рано встречает полностью. От начала до конца. Полностью сопровождает. Это очень важно. Поскольку, допустим, если вы приедете. Вы же не самаркандец. Вы не знаете ни географии города. Ни базаров. Ни всех условий. Ни такси. Ничего. Это очень удобно. Такси. То есть, насчет этого абсолютно не надо будет думать. И заморачиваться. Рано все это организовывается. Потом. На всем протяжении нашего проживания Рано с нами было практически всегда. То есть, сопровождало нас полностью. И самое главное, что она делала с душой. Переживала очень. Как за своих, можно сказать. Это на самом деле. Так это очень приятно. То есть, вы не чувствуете себя как в чужом городе. Вы чувствуете себя просто очень комфортно и очень хорошо. Это огромное душевное спасибо Рано. За то, что она опять же с душой относится к этому. Это большое человеческое спасибо. Теперь у россиян часто возникает вопрос языкового барьера. Особенно те, кто... Допустим, я жил в Узбекистане. Я знаю, как здесь. А кто не приезжал и не жил, он думает... Никаких языковых проблем абсолютно никаких нет. То есть, русский язык, он так же в ходу посеместно здесь, так же, как и узбекский, так же и таджицкий. И даже молодежь вас спокойно поймет. Но, в крайний случай, вы можете обратиться к пожилым. Они даже вас научат самих русскому языку, в крайнем случае. Поэтому, значит, языковых проблем никаких нет. И, как я, никаких языковых барьеров, ничего этого нет. Ну, в принципе, и все. То, что мы ездили на экскурсиях, все это было очень шикарно. Сопровождение, опять же, рано. Она все объясняла, все показывала, все это доступно. Все это очень-очень просто, хорошо. Наверное, на этом все. Приезжайте в Самаркан. Получите большое, действительно удовольствие. Мы были только, скажем так, два дня полных. Но это уже сколько впечатлений. А если здесь пожить неделю, это будет вообще просто шикарно. Приезжайте, рано вас встретиться, проводи. Все полностью, как у нас. Ну, вы увидите, как оно сопровождало, как все объясняло. Это все на самом деле очень хорошо. Здорово, просто здорово. Спасибо большое за отзыв. Ждем всех в гости, да, наверное, Эльдаркан? Да, ждем всех в гости. Приезжайте. Самаркан очень восточный сказок. Спасибо большое.